Всем самого доброго времени суток, меня зовут Мила и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу показать вам вот такую вот огромную просто коробку с пустыми баночками и здесь исключительно уход за лицом. Я давно не снимала видео такого плана, но при этом банки собирала, поэтому вот накопилась и даже поднять ее сложно двумя руками. Постараюсь очень быстро, очень по существу поройтись по всем продуктам, потому что их реально много. Одна из самых моих любимых линий и марок по уходу за лицом это Дерма Е. Приобретаю я эти штучки на сайте iHerb, оставлю на них ссылочки под этим видео в описании, можете заглянуть, если вам интересно, посмотрите. У меня увлажняющий крем от Дерма Е, потом у меня идет тоник вот с этим вот магическим ДМА Е. В общем, не знаю, правильно или неправильно прочитала, но это очень крутой компонент, можете даже сами погуглить, он находится именно в той форме, которая позволяет ему проникать в нашу кожу. И самое волшебное, это пептидная сыворотка от морщин. И хочу остановиться на этом продукте, наверное, поподробнее, потому что это один из немногих продуктов вообще в моей жизни, после которого я почувствовала вот эффект сразу. Ты его нанес и буквально на следующий день у тебя уже такая классная бархатистая кожа. Конечно, другие продукты, они вот имеют какой-то накопительный эффект, потихоньку они как-то приводят себя в порядок. Но чтобы так вот прям сразу бам, и я увидела какой-то результат, хотя бы минимальный, вот очень редкий случай, пока я себе еще не заказала вторую такую, потому что это все-таки от глубоких морщин. Я скорее применяла эту сыворотку как профилактику. Пока еще возраст не такой серьезный, чтобы применять это на постоянной основе, поэтому я решила не перегружать свою кожу, но думаю, раз в год буду ее заказывать в качестве профилактики. Эти все средства я подсмотрела у Вики 3000. Я думаю, многие знакомы с ее каналом. У меня очень схожий тип кожи, то есть это нормальная кожа зимой у меня, она склонна к сухости. Летом может быть проблемная на Т-зоне, но неудивительно, учитывая в каком климате я живу, и поэтому эти продукты, вот по ее совету, мне подходят. Идеально, это уже не первый мой крем, регулярно им пользуюсь. Тоник тоже не первый. Сыворотку я тоже буду заказывать, еще достойная серия. Присмотрите. Быстренько едем дальше. Еще два продукта. Это один и тот же продукт от фирмы Дэвида. Это крем для глаз с лифтинг эффектом. Вы видите, две банки закончились. То есть я реально его люблю. Я пыталась ему изменять, вот, например, вот с этим вот клиником Пепстар, еще с корейскими кремами, с другими кремиками. Но, видите, даже, я не знаю, видно на камеру, не видно, но здесь практически треть, если не половина тюбика, она сразу отправляется в мусорку, потому что вот эти, они реально круче. Это слишком легкое средство. Может быть, оно подойдет девочкам, которым еще 16-17 лет, так слегка увлажнить кожу. Он удобный для путешествий. Вот этот вот ролик разнес, нанес, готово. Но, если уже 20, а тем более 25 исполнилось, то нужно что-то посерьезнее. И вот эти вот кремики, они мои самые-самые любимые. Также брала на эфир, ссылочку оставлю под видео в описании. На зиму именно в качестве дневного крема полюбился мне Бепантол. Именно вот в банке, хотя я не очень люблю продукты в банке, потому что они себя вынуждают либо искать какую-то лопаточку, либо применять свои шаловливые ручки и сувать их в эту банку. А рай для бактерий, микробов и прочего, я пробовала его брать именно вот в тюбике с дозатором, но там он полегче, это летний вариант. А вот именно что-то такое, чтобы мне было приятно на зиму, если еще, не дай бог, где-то что-то обветрилось, то все-таки возвращаюсь уже который сезон именно к банке. На него прилично ложится макияж, ничего не скатывается, хорошо питает, то увлажняет. Я буду брать еще вывод таков. Дальше маслица от Clarence. Я изначально подобрала себе, наверное, неправильное масло, потому что это все-таки для жирной комбинированной кожи. И, наверное, поэтому я пыталась, честно пыталась его добить, применить. Здесь упаковка хорошая, очень удобная, такая вот эта вот пипеточка, никуда лазить ничем не нужно. Долго он у меня стоял в ванной, можно сказать, годами. Мне все жалко его было выбросить. Я думала, может быть, дамажу, но нет, не дамажу. И я уже смотрю, он даже цвет поменял, поэтому летит в мусорку. Но как формулировка, как средство, очень даже неплохое. Единственное, да, нужно все-таки под свой тип кожи подбирать. Думать в магазине, что ты берешь своими загребучими лапками. Идет в мусорку прямо целый, прямо полненький увлажняющий крем от Kiehl's. Казалось бы, хорошая фирма, но я его не поняла. Во-первых, когда я его нюхаю, мне неприятен запах, мне пахнет какой-то химозиной. Плюс тот способ, которым я его получила, он у меня был в журнале. И я думаю, вот это оригинальный запах или, может быть, журнал где-то полежал на каком-то солнышке. И поэтому подпортился. Ничего не могу сказать про его свойства, потому что я нанесла на руку, понюхала, посмотрела. У меня встал такой вот как шоры, знаете, встали перед глазами. У меня встал психологический барьер. И я не могу заставить себя намазать это на лицо. Потому что у меня есть опасение, что оно где-то что-то подпорченное. В общем, летит в мусорку по причине нашей психологической несовместимости. Не сошлись характерами. Эмульсия от Авене в пробнике тоже. Она у меня стояла, 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 смотрела на нее. Я смотрела на меня, она. Рука моя загребучая к ней ни разу не потянулась. Поэтому тоже я боюсь за срок годности. Хотя тут вроде бы нигде не написано. И поэтому мне еще страшнее. Почему не написали? В общем, тоже летит в мусорку. Маски из краба. Это греческая фирма. Карес и одна маска от греческой фирмы тоже, Апевита. Эти две марки позиционируют себя как фирмы, производящие косметику с очень большим процентом натуральных компонентов. Апевиту по уходовой косметике я люблю больше, чем Карес. У Карес лучше декоративка. У Апевита ее вообще нет декоративной косметики. Но по уходу Карес, она так для меня немножко все-таки позади. Конкретно вот эта маска, она увлажняющая с морской лавандой. Ну, как сказать, она слишком легенькая для меня. Есть две маски от Апевита точно в таком же тюбике, только бордового цвета. Это с гранатом. И желтого цвета это с маточным молочком. Вот они куда более мощные. И именно их я все-таки покупаю. Эту взяла на пробу, ну, увлажняющая же написано. Попробовать в итоге нет. Она слабовата, эта масочка. Так что, если хотите взять себе масочку от Апевита, берите все-таки с маточным молочком, либо с виноградом. Они прям поядернее. Что же касается вот этих трех средств, то самое мое любимое это скраб с киви для чувствительной кожи. Но я для себя сейчас нашла альтернативу с iHerb. И вот этот вот скраб, он для более глубокого очищения. И здесь крупные частички, они пожестче. У меня все-таки чувствительная кожа. И вот механическое воздействие именно какими-то крупными жесткими частичками я не люблю. Маска для увлажнения тоже слабенькая. Но единственное, что у них очень удобное, очень классное, это размер. Тревел сайз можно взять с собой в любую, в любое путешествие. Стоят они также недорого. Только, по-моему, по 3 евро, что ли, вот такая вот малютка можно скупить. Все попробовать и, опять же, взять с собой в какое-то путешествие. Вот за это, да, респект и уважуха. Ну, прям, чтобы такое что-то сильное, допустим, эта маска с нектарином делала, скорее нечем, да. Вот это вот средство, это, я вам даже прочитаю, кутик для губ и рук. Как? Ну, может быть, подразумевается, что для кутикулы здесь такая вот круглая фигня, круглый шар, и он как восковый. Вот эту фигню, по-другому назвать не могу, мне дали в аптеке. То есть мы делали покупку, как бы нам дали в подарок. Уже сразу запах старого продукта. Вот у моей бабушки помады и еще что-то пахли примерно таким же вот образом. И наносить вот это вот на губы, либо там на руки, опять же, я не могу. Плюс, я не знаю, вот когда в Греции вам что-то дают в подарок, вот именно не когда идет акция «Купи один, получи другой в подарок», а именно как добрая воля работника аптеки, либо работника там, я не знаю, булочной. То есть он сам, да, уменьшая себе прибыль, берет и что-то тебе дарит, как правило, это оказывается... Вот приведу просто пример, наверное, не удачный, не совсем удачный пример для косметического видео. Но, тем не менее, очень показатель. Нам в лавке, где продают мясо, дали в подарок луканика. Луканика – это как деревенская сосиска такая, то есть ее упаковали в подарок. Она у нас полежала один или два дня в холодильнике, мы открываем, она зеленая. То есть она изначально была зеленая, просто владелец этой лавки ее, по-моему, плесень протер и презентовал нам. После этого, как бы вот к таким комплиментам из аптек и всяких таких вот лавок я отношусь. Ну и вот я его открываю, я реально чувствую, что запах, ну вообще старья. То есть я понимаю, что пару-тройку лет, если не десятков лет, у них стояло это чудное средство на полке. И вот не продалось, они решили подарить мне. Странная, конечно, маркетинговая политика, но, тем не менее, она есть. Естественно, я его даже пробовать не стала, потому что мне страшно. Патчи, две баночки с iHerb, поставлю ссылочки в описании. Вот эти мне нравятся больше с енотиком, хотя здесь, в тех, которые с золотом, у них более эргономичная форма. Но вот эти чем нравятся, что хотя форма не настолько эргономична, ее можно прилепить так, как удобно вам. Здесь же вот эта вот капля, все как бы продумывали за вас, уже сильно их не раскорячишь. Плюс здесь еще в серединке есть такой круглый патч, его можно прилепить вот, допустим, вот сюда, на носогубке. Вариантов больше и по действию мне нравится как-то больше. Мне писали девочки, что кто-то вот просто в восторге от этих патчей. У кого-то они вызывали как жжение, поэтому тоже будьте внимательны, не всем подходят корейские патчи. Если уж корейские не подходят, тогда, наверное, Шесейда только вас спасет. Мне, слава богу, подходят, они бюджетные. Дальше два геля для умывания, одно от и Фраше. Он у меня не закончился, он у меня вытек. Вот упаковка, у них написано, что у них экологическая туба, мы заботимся о природе и все такое. Но эта экологическая туба, она разваливается. У меня буквально на второй неделе отвалилась вот эта вот фигня, вот эта вот крышечка, хотя он у меня не падал. И после этого гель для умывания, он начал сочиться через крышечку, то есть все это было в нем. Он таки вытек себе спокойно, хотя я пользовалась не самый супер вау продукт, но такой легенький, в принципе, неплохой, если бы не упаковка. И еще вот клинзер, очищающее средство от Киллс, отправляется на мусорку по той же причине, что есть странный запах. И я не совсем уверена, что он не полежал где-то на солнышке перед тем, как попасть ко мне. Два тоника для лица, один от и Фраше, неплохой. Второй от Невея, покупаю его частенько. Но сейчас буду завязывать с этим делом, потому что все-таки здесь есть алкоголь Динатура, который со временем приводит даже самую хорошую кожу в негодное состояние. Ну, по крайней мере, такие исследования есть. Я вот когда эту вещь узнала, уяснила, восприняла, решила, что нет-нет-нет. Хотя он мне нравится, как он на мне действует, но все-таки буду выбирать что-то другое. Еще одна штука от Ивраше, которую я вообще не поняла, это увлажняющий мист с витамином Е, с другими там витаминами для лица. Достаточно мелкодисперсный, да, первые 3 секунды он увлажняет. Но он оставляет, кстати, запах у него классный, может быть, его как туалетную воду использовать, я подумаю над этим. Но он оставляет неприятную липкость. Особенно если летом ты хочешь увлажниться, запшикать себе всю мордочку, то тебя потом к этой мордочке прилипает все. И неприятные ощущения. Поэтому вот он практически целенький, летит в мусорку. Де-макияж у меня от Неве и двухфазовый от Лореаль. Я люблю двухфазовые больше. Фирма, в принципе, не так важна. Именно вот классические, без всякого масла, чистые де-макияжи я использую периодически, когда наращиваю ресницы. Потому что, вы знаете, если жахнуть маслицей, которые есть вот в таких вот двухфазовых средствах на линию роста ресниц, где вам нарастили реснички, то они на утро вас покинут. Да, может быть, даже раньше. Не дожидаясь утра вас покинут. Поэтому периодически покупаю и классические версии. И последний лот нашей программы. Я не знаю, влазит в кадр, не влазит в кадр. Это вот такой вот выводок просто мицеллярных вод. Мицеллярную водичку я использую в своем уходе и утром, и вечером. Соответственно, на расход большой надо много. Поэтому пользуюсь и покупаю много. Улетела, зараза. Первая от Биотем. Ничего особенного. Скорее, дам самый низкий ебал. Ну, водичка и водичка. Окей. Самая любимая моя мицеллярка от Лореаль. От Ларош Кусе у меня занимает второе место. Хотя состав, в принципе, у них очень похож. Но вот это вот очищает как-то покруче. Вот это вот, хотя это аптечная марка считается, к ней доверия больше. Но вот если их сравнить, то объективно вот это вот круче на мне работает. Еще одна от Лореаль, это уже их новая банка. То есть раньше они выпускали вот такие. Теперь это стало вот так. У меня есть и тот, и другой вариант. Потому что кто-то долго не снимал видео, и все это накопилось. Но мы сейчас не об этом. И последнее вот это водички меня действительно удивило. Потому что она была черная. Она реально была черная. Уголь там еще что-то. Я не знаю, что придавало такой милый оттенок этой воде. Конечно, хочется попробовать. Но когда ты ее уже купил, ты думаешь, стоит ли мазать черную подягу себе на глаза и губы. Она неплохая. Там ничего мне... Вот даже я не знаю, видно, не видно. Вот сейчас внутри упаковки есть вот такие вот черные. Как вот она подсохла. Там, да, последние капельки. Вроде она мне ничего не красила. Но, по крайней мере, второй раз я ее покупать не буду. Потому что, ну, не хочется мне снимать макияж. Очищать лицо чем-то черным. Сделать бы, чтобы оно было белым, прозрачным. То есть навевало какие-то более позитивные мысли. Но на этом у меня все. Всем огромное спасибо за внимание. Кстати, все свои покупки, последние события жизни я в первую очередь выкладываю в своем инстаграм. Так что подписывайтесь, не пропускайте. Самое свежее и актуальное всегда в инстаграм. И только потом добирается до ютюб. Огромное спасибо вам за ваши лайки, за ваши комментарии. Именно ваша активность под моими роликами помогает каналу развиваться. А когда канал развивается, то, соответственно, у тебя больше мотивации, желания что-то снимать, чаще снимать. Потому что периодически вот так вот садишься и задумываешься. Вот снимаешь, снимаешь, монтируешь, монтируешь. А потом к тебе еще какие-нибудь хейтеры приходят и думаешь, ах, да нафига оно надо. А вот когда приходят хорошие зрители и поддерживают тебя, то это очень и очень мотивирует. Так что всем еще раз огромное спасибо и всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok